Добрый день, меня зовут Алинара. Я приветствую вас в Петербургском музее по электротранспорту имени Леона. Музей наш был открыт 1-го июня 2008 года. Я приглашаю вас на экскурсию по ним. Также попрошу вас по два конца залезать, поскольку у нас все экспонаты на ходу. Ничего не отрывается, бережно относится ко всем экспонатам. Также сфотографировать вас можете уже по окончании экскурсии там, где вам захочется. Ну а мы наше знакомство с Петербургским электрическим транспортом начинаем с конки. Приглашаю вас в Петербург. Мы сейчас с вами находимся в реплике конки. К сожалению, подлинников на сегодняшний день не сохранилось. И конка обязана своим появлением строительство железных дорог в Российской империи, которая широко развернулась во второй половине XIX века. Первоначально строились конно-железные дороги для перевоза грузов от пристани к складам. Немного позже был поднят вопрос о прокладке аналогичных конно-железных путей для перевозки пассажиров в городе. Однако городские власти встретили этот вопрос недоверчиво. Долгое время он обсуждался, поскольку считалось, что конка будет достаточно опасна в связи с возможностью несчастных случаев с извозчиками, с пешеходами, с пассажирами и другими участниками дорожного движения. Собственно, с устройством конки мы с вами познакомились. Какие были недочеты в устройстве конки? Существовал ряд недостатков. Во-первых, конка шла очень медленно, всего лишь 8 км в час. Мы знаем, что 5 км в час – средняя скорость пешехода. Поэтому, в принципе, ее было несложно обогнать. Поэтому еще дети шутили. Конка, конка, догонится ребенка. Также существовала сложность подъема конки на мост. Но что у нас в городе хватает? Поэтому специально перед мостом дежурь и вошли, их впрягали в конку. После чего они поднимали конку до середины моста, выпрягались. Дальше заворачивался тормозной город. Мы можем здесь наблюдать. И уже на тормозном городе конка спускалась с моста. Я осуществлял перевозку пассажиров. Первый маршрут проходил от Сенатской площади до Васильевского острова. Устройство было достаточно простым. В лед умораживались рельсы, укладывались рельсы и шпалы. Травай получал ток с контактного провода, натянутого на деревянные шпалы, мороженый в лед. И таким образом осуществлял свое движение. Мы сейчас опять же-таки находимся в реплике. Это вторая реплика среди фанатов музея, остальные все подлинники. 29 сентября 1907 года на улице города наконец-таки выходят первые трамваи. Первоначально они выпускались с английской компанией Brash. Отсюда их русское название прозвище Brash или Brashka. И данная реплика, она выполнена на основе более поздней модели инженерского трамвая МС. Вот одна из страной 1927 года. С МС мы познакомимся чуть позже. Вот, собственно, здесь стоял вагоновожатый. Главный орган управления вещи-контроллера. Ручка кофемолки. Специальная рукоять, участвовавшая в основном в ходе управления. Ход туда, да? Ход туда поехали. Да, ход по часовой стрелке. Соответственно, мы можем осуществить сначала 4 щелчка с интервалом где-то полторы секунды. После чего набираем скорость 10-12 км в час. И далее еще 4 щелчка. И мы наберем с вами скорость аж 18-19 км в час. Да, собственно, как тормозить, да, на столовой руке. Тормозить надо той же самой первоначальной ручкой кофемолки. Но мы уже ее в обратную сторону против, против часовой стрелки подкручиваем. Но она не до конца осуществляет торможение. И, да, и, да. Слушайте, как бы все хорошо знали. Краном машинистом. И вот это пневматический тормоз, да, от машиниста, который нужно повернуть, но чтобы притормозить так более-менее плавно, направо. По середине это звонок вагоново-жатого. Вот он так может издавать сигнал. Это похоже на штурман, но, конечно, не штурман. Это... О, крючки, подпишу, сломала. Какой? Я все в порядке. Стояночный тормоз. Это совершенно верно. Это стояночный ручной тормоз. Соответственно, он уже используется, когда трамвай после работы устанавливается на остановку в парке. Ну, а это у нас манометр. Он нам нужен для измерения давления воздуха в тормозной магистрали. Поскольку мы тормозим воздухом. Соответственно, вот мы с вами затормозили. Перед этим, когда мы осуществили ход, мы отключаемся от сети. Вот у нас автомат подачи тока с контрольной сети. И дальше до остановки у нас трамвай идет выбегом. То есть, не используют, не расходят энергию. Позже мы затормозили электрическим тормозом, пневматическим. Остановились. Далее запустили пассажиров через заднюю дверь. Контролер отдал билетик. Закрыл ручную дверь и подал сигнал к отправлению вагона. Соответственно, в прицепном это было два сигнала, в моторном один. И последний сигнал издавал сам вагон вожатый. Он был здесь. Ну вот такой трамвай красивый, удобный. Но, к сожалению, у него был существенный недостаток. Это деревянный кузов трамвая. А вот еще стеклоочиститель. Совершенно верно, да. Очень внимательно. Да, это дворник с ручным приводом. Самому что-то? Да, да. И этот трамвай, у него был деревянный кузов. Соответственно, он гнил, портился. Ну, совершенно неудобно для общественного транспорта, которым пользовались регулярно. И поэтому дальше уже выпускаются трамваи с металлическим каркасом кузова. Получают они название моторные стальные или МС. Мы уже с вами слышали о нем в конке. И я приглашаю вас посмотреть на него. Прошу вас. Прошу вас. Ну, мы с вами находимся перед модификацией трамвая МС-1. МС-моторные стальные выпускались на Кировском заводе с 1927 до 1923 год. И это были уже гораздо более прочные вагоны, как вы понимаете. И они осуществляли пассажирские перевозки аж до 1968 года. Немного немало, 41 год. И, собственно, МС-1, та модель, которую мы видим перед собой, у него была округлая часть вагона. Но позже последующие модификации, начиная с МС-2 и до МС-4, были уже торпецевидными для более быстрого изготовления таких вот. На современном транспорте мы с вами не увидим открытых подножек, открытых корочней. Но тогда они были. И если вы взглянете на старые фотографии 30-х годов, вы увидите, как на них находились люди, которые назывались висенниками. Потому что они грознями, снисали на этих ступеньках. Потому что далеко не все могли поместиться в самой вагоне. Конечно, это было очень опасно, поскольку трамвай трясло, можно было соскочить с подножки. А во-вторых, шел встречный транспорт, что тоже могло привести к несчастному случаю. Модель МС-4, или моторный стальной односторонний. Соответственно, появляется уже очень много разворотных колец на путях. Поэтому снимается одна кабина водителя и зашивается вверх по левому. Также на крыше этой модели, ну и не только это, мы можем наблюдать другое устройство. Называется оно токосъемка для подачи токов с контактной сети. Этот токосъемка называется тип бугель, который мы сейчас с вами видим. Это была достаточно надежная конструкция, но все-таки Андрей имел рядный удобств. Таким, как, например, выскоро, что выжить, чтобы выключать, выделяйте длины, то есть знака накопила, да, либо некоторое направление. Также для того, чтобы им управлять, необходимо было пользоваться вот с такой веревочкой, которая спускалась по правому рту, и к кондуктору приходилось подходить и не дергать за это трубочку. Позже уже появляется другой тип токосъемника, пантограф, и веревочка одной идет уже в кубинный водитель. Соответственно, кондуктор уже не надо думать об этом проблеме. Ну, были трамваи удобные, но все больше стремились положить в городе, прибавлялось все в деревне, и трамвой уже не справлялись на то, как мы сажали. Как всегда, застряла. Вот, располагаемся на полудобную сиденью. Чую я кондуктор. Ну, собственно, вагоны уже стали гораздо более широкими, просторными, удобными. И здесь также происходит деление для пассажиров на короткие расстояния и на дальние, поскольку в 30-е годы трамвай уже становится транспортом, основным транспортом общественного пользования, и поэтому, кто едет на короткие расстояния, он заходит сюда, в переднюю часть вагона, и садится на сиденья, на которых вы сейчас сидите. А те, кто едет на более дальние расстояния или большой компании, они устраиваются вот на таких сиденьях, как в электричках, в поперечных сиденьях. Ну вот, мы находимся внутри линии названия, название слон. Собственно, почему слон? Просто потому, что это был настоящий бронепоезд, трамвай. Как-то раз он шел недалеко от Кировского завода и столкнулся с трейлером, везущим танк. Трейлер смяло, танк упал, его пришлось везти, чинить на завод. А трамвай с разбитой передней частью шел своим ходом в парк. С этого времени трамвай становится самым безопасным внутри общественного транспорта. Но, так как проект этот был временный, после войны существовал ряд серьезных недоработок, которые создавали свои неудобства. Это, во-первых, отсутствие верхних поручней. Таким образом, пассажирам приходилось держаться вот за эти ручки на сиденьях. Также, низкие достаточно окна. Приходилось, опять же, наклоняться, чтобы увидеть, где мы едем. И неудобная кабина водителя. Вот, даже отсюда мы можем видеть, она была не особо просторной. То есть, если водитель был маленький, он туда помещался, он садился туда, и ему было комфортно. Если он был достаточно большой, он оставлял открытую переднюю дверь, как мы здесь сейчас видим. И в час пик, когда пассажиры отнимались в салон трамвая, они думали, что это поручень, и они выдергивали водителя из кабины, из своей кабины. Ну, вот мы сейчас с вами познакомились с мощной такой конструкцией трамвая и нетрамвая-свой. А давайте же теперь посмотрим на самый красивый петербургский трамвай, который даже получил за счет своего внешнего вида прозвище «Стеляка». «Стеляка» очень симпатичный трамвай, как снаружи, так и внутри. И здесь уже появляются такие новшественные сидения, которые мы сидим. И также здесь появляются печи центрального отопления. Надо сказать, что водительщин, водификации трамвая центрального отопления не было, оно появилось только и здесь. И, кстати говоря, тогда пассажиры грелись с помощью кирпича. Они брали кирпич, нагревали на дом кирпичи, заворачивали на тряпочку и брали с собой, если знали, что им придется долгое время прилетать в трамвай. Откуда они кирпич наставали. Если они сидели и не садились на него, если стояли, то держали под пальки. Также грелись и водитель с комфортом, меняя кирпичи в парке. Здесь же уже вполне другой уровень комфорта. Также с 1958 по 1927 год здесь появляется безкомнатное обслуживание. И для оплата проезда пассажиры пользуются вот таким устройством. Называется она «Касса». Не хитрое такое устройство. Бросаешь сюда прозрачную крышечку денежку, поворачиваешь ручку и вот отсюда у нас внедает билетик. Немного позже появилась система компостера. Теперь уже пассажиры покупали билет в парке «Союз Печати» по стоимости проезда. Вставляли билетик вот сюда, компостировали и на нем появлялись номера, соответствующие номеру вагону, в котором живут пассажиры. Существовало много способов, как обхитрить контролеров, которые находились здесь изредка. Так, например, если едешь недалеко, там на одну-две остановки пассажиров вагоня мало, то можно просунуть сюда свой билетик, постоять, не компостировать и забрать его в пути. Также можно было билетик не до конца прокомпостировать и полученные вмятины от компостера разгладить утюгом дома. Или же можно было, особо хитрые зайцы, они покупали билетики, заводили блокнотик, между страничек укладывали билетики и на страничках писали номер вагона. И когда подходил контролер, они быстро-быстро искали нужный билетик и доставали его. Называется это управление по системе многих единиц или сокращенно слоем. У каждого трамвая, как мы уже наблюдали за историей трамвайного движения, было свое прозвище у каждой линии трамвая. И этот трамвай также имел свое прозвище. Угадайте, какой? Аквариум. Аквариум. Да, точно, аквариум. Мне трудно догадаться, потому что вокруг у нас только стекла, и действительно чувствуешь себя как рыбка в аквариуме, особенно если еще видишь вечером, отсвеченный изнутри трамвай, выглядит как большой, так как стеклянный аквариум. А вот иногда он действительно превращался в аквариум. Вот прорезиненные уплотнители, наук, они начинали трескаться, и в плохую погоду у нас часто достаточно, как мы знаем, сюда начала капать, иногда литься ручьями вода. Мы с вами находимся перед таким ярким, красивым троллейбусом. Троллейбус носил название ЕДОП-1. Именно этот троллейбус начинает троллейбусные движения в нашем городе 21 октября 1936 года, уже позднее, чем трамвайное движение. И сразу же троллейбус начинает позиционироваться как транспорт повышенной комфортности. Почему так происходило, мы сейчас с вами узнаем. Поговорим. Также это и печь центрального отопления. Здесь никому не приходилось ездить с кирпичами. И даже уютные занавесочки такие на окнах. А самое главное, ограниченная пассажировместимость. Если мы посмотрим сюда, у меня очень хорошо видно, но надпись у нас 1936 года строго гласит сидеть 33, стоять 17. То есть, всего в троллейбусе могло одновременно проезжать 50 пассажиров. Для этого у задней двери сидел кондуктор и внимательно пересчитывал количество пассажиров, которое находилось в троллейбусе. Когда оно достигало 50, он блокировал двери и войти в троллейбус уже было невозможно. 82, согласно Тушинскому авиационному заводу, который выпускает этот троллейбус, выпускается с 1946 года. И здесь уже также более комфортным и удобным для пассажиров становится салон троллейбуса. Больше пространства становится между сидениями и диванчиками. Также более комфортной становится яркая естественная, искусственная освещаемость салона. И здесь уже количество пассажиров достигает 65 человек. Сидит опять же кондуктор у заднего входа, считает пассажиров. Но здесь ему гораздо уже проще. Когда он насчитал 65 пассажиров, он нажимает кнопочку и на внешнем борту высвечивается надпись «Мест нет». Соответственно уже педаль хода имеет уже не 11 позиций, а всего лишь таки 3. также здесь уже неограниченная пассажировместимость за счет того, что, вот, можете догоняться, по кассовому аппарату появляется лескондукторное обслуживание в 60-е годы. Таким образом, количество пассажиров здесь уже не контролируется, кто влез, тот влез, кто успел, тот и смел. И, соответственно, троллейбус перестает быть транспортом повышенной комфортности. Также, благодаря тому, что было очень много людей в троллейбусе, приезжающих, возникла необходимость третьей двери, поскольку тем, кто находился в час пик в середине салона, очень приходилось достаточно применять большие усилия, чтобы протолкнуться сюда, к боковым дверям. Существовала опытная модификация трехдверного ЗИУ-5, но она так и не вошла в широкое использование, поскольку тогда уже шла полным ходом разработка модели ЗИУ-9, и во-вторых, дверь посередине салона значительно ослабляла кузов. И интересно еще то, что ЗИУ-5, он обладал такой разгонной динамикой, что мог ходить даже наравне с легковыми автомобилями, то есть был достаточно быстро. Ну, а мы с вами завершаем нашу экскурсию с электрическим транспортом Петербурга. Я благодарю вас за внимание и если у вас остались вопросы ко мне, пожалуйста, я с удовольствием выслушаю вас. Спасибо.